приветствую всех на канале михаил инвестиции сегодня будем разбирать биткоин и эфириум рассмотрим локальную глобальную картину а также разберем новости и другие закономерности на которые следует обратить внимание прежде чем мы начнем разбирать технический анализ давайте начнем мы пожалуй с новостей южная корея будет облагать налогом криптовалюту но не нити как вы знаете все больше и больше стран интересуется криптовалютой и она интересуется не в плане того чтобы ее лишний раз запретить как это делает китай а с точки зрения источника дополнительного дохода в виде налогообложения чтобы пополнить свою казну и вот южная корея решила также облагать налогом криптовалюту и будет это сделано с 1 января 2022 года из положительных новостей можно отметить тот факт что кто-то купил биткоинов на 1 и 6 миллиардов долларов за пять минут что является таким хорошим знаком для продолжения роста ведь кто же будет на такую не слабую стоимость покупать если он рассчитывают на падение значит он рассчитывает на дальнейший рост или иначе бы он бы немножечко подождал и закупился уже по более хорошей цене и поэтому по этой сделке можно предположить что биткоин и вся криптовалюта в целом будет продолжать расти также из положительных новостей можно отнести о том что южноафриканцы хотят инвестировать в криптовалюту но надо учитывать тот факт что это эти страны бедные дат как тот же сальвадор и они могут просто банально хвататься за что угодно лишь бы это приносило деньги и глядя на то что криптовалюта за свои года выросла достаточно немало и они надеются на то что в действительности они смогут улучшить свое финансовое положение за счет инвестирования в криптовалюту но мы понимаем что денег у них не так много и неизвестно когда все это будет и надеяться на то что именно сейчас они залетят с большими капиталами начнут во всю раскупать все криптовалюты я считаю это не стоит на это надеяться но однако все же это довольно положительная новость для общего фона чтобы криптовалюта начинала расти также из положительных новостей у нас есть среди последних это о том что фонд джорджа сороса знаменитый инвестор а точнее он был как спекулянт сейчас он уже как инвестор он начал торговать биткоинами распоряжение начать торги криптовалюты и другими цифровыми активами поступила от главного инсионного директора можно предположить что это достаточно умные люди и они прогнозируют о том что будет сейчас продолжать расти и соответственно можно ожидать дальнейшего роста биткоина то есть иначе говоря если бы они бы ожидали в ближайшее время падения они бы вряд ли бы сейчас все это закупались они бы подождали и поэтому можно предположить что дальнейшем все будет расти однако и распоряжение это распоряжение но это не говорит о том что они именно сейчас начнут вливать большие деньги это лишь просто дали добро на то чтобы все-таки сейчас покупать но по какой цене они еще будут приобретать пока еще не ясно но опять же в плане такого новостного фона все довольно положительно также помимо этого вы знаете о том что сложность хэшрейта уже восстанавливается почти уже восстановилась что является довольно хорошим знаком для продолжения роста и это тоже является таким звоночком для продолжения роста как вы знаете вот допустим в 2017 когда был упадок потом произошло восстановление и после этого восстановления было уже довольно хорошее восстановление и цены биткоина bitcoin начал расти соответственно можно предположить о том что рост действительность сейчас начнется более 16 процентов всех сетевых структур и вернулись прибыли сентябрьских минимумов обратите внимание на вот этот график видите о том что сейчас мы уже практически достигли вот этих показателей пика и соответственно можно предположить о том что будет падение однако надо учитывать тот факт что такое же значение у нас было примеру вот здесь тогда когда биткоин продолжал расти и и соответственно всецело полагаться вот на этот индикатор не следует долгосрочные держатели bitcoin добавили свои стейки два с половиной почти миллиона долларов биткоинов с тех пор какие запасы достигли минимума в марте за этот же период было добыто всего 180 тысяч биткоинов обратите внимание что сейчас достаточно много стали стейкать а вы как понимаете что стейкуют тогда когда рассчитывают что в конечном итоге биткойн будет россии или иначе говоря перефразировать в данный момент те биткоины которые застейканы не будут продаваться то есть ожидать какого-то сейчас распродажи не следует коли они застейкали значит они не хотят продавать и соответственно это тоже довольно такой положительный звоночек для того чтобы все-таки биткоин продолжал расти и что сейчас не падение будет а уже будет перехай и дальнейший рост однако смотря на эту картину можно сделать еще некое такое предположение что у нас может возникнуть та же ситуация которая произошла вот примерно в апреле двадцатого года в мае когда также люди начали стейкать однако несмотря на это цена все-таки опустилась вниз но вы скажете о том что в тот раз была почва для этого был коронавирус а сейчас якобы нету ничего такого серьезного чтобы сподвигло падение или иначе говоря сейчас ожидать повторение вот этой ситуации не следует а следует ожидать дальнейшего роста обратим внимание на средний размер транзаций бычий рост начавшийся в октябре 2020 года поднял среднее значение до 68 тысяч долларов а затем снизился до 30 тысяч долларов мая июля за последние три недели средний размер транзакции колебался от 65 тысяч долларов до 84 тысяч долларов обращаем внимание на вот этот график что он нам показывают а он нам показывают вот такую интересную картину как правило такие диапазоны как про сигнализирует о том что должно произойти падение обратите внимание тогда когда происходит какие-то вот такие пики а мы видим что сейчас даже по сути не было такого постепенного возрастания да а именно самый что не на есть какой-то внезапный пик и это будет усиливать тот сигнал что сейчас скором времени следует ожидать падение но если довериться вот этому индикатору понятное дело что все села полагаться на какой-либо индикатор и нельзя но мы сейчас рассматриваем все возможные варианты и поэтому если рассматривать именно на этот показатель то соответственно сейчас можно ожидать уже падение также примеру гласно приводит она интересна такую информацию показывающую о том где же все таки следует покупать и где у нас произошло дно по циклам и соответственно приводит вот такую картину мы видим о том что в данный момент нету никаких показателей by покупать и соответственно можно предположить о том что одна еще не было одно еще только будет но вопрос когда это будет может быть до того как мы его пустимся на дно мы еще успеем не слабо так вырасти после чего сильно упадем если такая возможность ну если обратить внимание на примерный промежуток времени между теми сигналами где происходили сигналы на покупку то можно полонимать о том что вряд ли сейчас будет дальнейший перехай и рост продолжение до 100 и более там тысяч долларов соответственно сейчас больше всего складывается мнение о том что должно именно пойти на понижение уже формироваться но и после этого появится сигнал на покупку однако понятное дело что опять же всецело полагаться на этот индикатор не стоит а это и лишь очередная пища для ума как вы видите здесь новостной фон в общих чертах сейчас больше степени из последних новостей положительный до понятное дело что были довольно сильные новости о том что якобы там допустим китай запрещает но мы уже более менее привыкли несмотря на всякие разнообразные запреты в течение всей истории биткоина bitcoin все равно продолжила расти и поэтому можно предположить что благодаря вот этим новостям положительным о том что происходит закуп о том что сорос хочет купить и так далее этом все же сигнал на покупку или иначе сигнал на то что bitcoin продолжит расти если обращать внимание на вот эти различные индикаторы которые мы рассмотрели сейчас они сейчас разнятся одни говорят за продолжение роста другие говорят о том же что все таки будет падение поэтому в данной ситуации нету какой-то ясной картины нету какого-то единогласного какого-то сигнала на тот или иной вариант событий поэтому здесь надо уже думать головой смотреть на то что что надо учитывать а что не надо учитывать что врет а что не врет теперь непосредственно перейдем биткоину и обратим внимание на то то у нас показывают именно технические анализы данный момент bitcoin опять немножечко подрастает падать особо сильно не хочет обратите внимание на то что сейчас хоть предыдущий день был небольшим падением однако этот день идет ростом если этот день закроется по уровень то есть так и не сможет пробить уровень 55500 это будет сигнал на падение но какой это будет сигнал на падение небольшой с последующим ростом или будет уже сигнализировать уже о дальнейшем каким-то серьезном падение поэтому если локально рассматривать то да это будет сигнал на то что будет падение если опять же этот день закроется таким образом не выше 55 с половиной тысяч долларов то локально можно ожидать уже падение но вот глобально это нам пока особо ни о чем не говорить и поэтому надо необходимо дальше смотреть тем более если обратить внимание на дневном графике обратите внимание вот на эту ситуацию которую усиливает тот сигнал который сейчас происходит у нас был пробой канала больше при этом мы видим о том что мы не можем пробить вот эту линию пятьдесят пять тысяч с половиной это еще больше усиливает тот сигнал что в действительности возможно завтра уже будет какого это более существенное падение нежели было вчера соответственно можно конечно попытать счастье заработать на этом движении если есть конечно такое желание но глобально пока это особо нам ни о чем не говорит необходимо рассматривать дальше обратим внимание глобально и так мы понимаем что сейчас по всей вероятности свеча закроется на уровне 55 с половиной тысяч с последующим падением так как осталось два дня возможно сейчас будет вот такой сценарий событий о том что еще в течение двух дней мы будем то падать то расти и в итоге этой неделе закроется на уровень 55 с половиной тысячи долларов либо произойдет падение и падение произойдет до сорока девяти тысяч если эта неделя все-таки закрывается до 55 с половиной тысячи долларов соответственно мы меняем линия сопротивления и у нас образуется вот такая линия она пока что будет гореть о нисходящем тренде то есть картина сейчас несмотря на такой хороший рост еще нету стопроцентного доказательства того что будет перехай продолжение роста возможно это такое очень сильная коррекция в нисходящем тренде вот если мы конечно уже потом пойдем рост и сделаем перехай соответственно здесь уже этой линии будет не работать нет не будет никаких предпосылок для медвежьего рынка да у нас получится что линия поддержки линии сопротивления и соответственно это просто коррекция у восходящего тренда но пока что в данный момент пока мы ниже вот этого хая ниже у этого пика соответственно пока говорит ситуация о нисходящем тренде обратим внимание на месячный график потому что на недельном графике картина очень такая двоякая и можно ее рассматривать с разной точки зрения а вот на месячном графике уже картина более менее ясно и понятно мы видим довольно хороший рост потом последующем идет хорошая такая коррекция сейчас идет довольно слабый рост по отношению к этой длинной свечки и это можно расценивать как падение дальнейшее то есть иначе говоря можно рассчитывать что в действительности мы достигли пика и это просто очередная коррекция в нисходящем тренде если обращать внимание именно на месячный график теперь давайте рассмотрим эфиром какая у нас картина именно на месячном графике у нас есть хороший рост с последующей небольшой такое какого-то распределение где люди засомневались в итоге эфиром продолжает расти и хорошим разворотным сигналом будет если этот месяц закроется не выше 3400 в этом случае мы в итоге получается не можем пробить линию сопротивления и это будет хорошим сигналом на понижение если же этот месяц закрывается виде поглощения то это может сигнализировать о дальнейшем росте однако конечно это не всегда стопроцентный факт потому что бывают разнообразные ложные сигналы допустим у нас здесь было довольно хорошее поглощение но при этом следующий месяц все-таки оказался в виде падения потом опять рост соответственно сто процентов полагаться на какие-то свечные модели не стоит вот так теоретически подумать и посмотреть на ситуацию то что очень продолжительное время мы стопоримся не можем толком вырасти это сигнализирует о слабости рынка о продолжении роста и соответственно несмотря на попытку роста это все-таки сигнализирует о том что ближайшее время следует ожидать именно падение то есть иначе говоря серьезного роста по сей вероятности не стоит ожидать на стоит ожидать падение вы можете сказать но как же вот пример вот эта ситуация ведь у нас здесь тоже довольно сильно стопорелилась но при этом мы с уровня примерно 300 долларов выросли до 1100 где-то в 3-4 раза вышли выросли с того момента как мы здесь начали стопориться соответственно можно предположить что у нас здесь в итоге средняя цена это в районе где-то трех и якобы цена может легко вырастить там до 9 либо до 10 тысяч долларов что нам мешает для того чтобы повторить вот эту ситуацию которую у нас здесь было тем более если обратить внимание на то что мы довольно хорошо отбились не смогли пробить видите по этим свечкам по этим теням то что нам мешает для того чтобы все-таки продолжать расти а мешает продолжать расти это индикаторы это объемы все это говорит о том что больше степени вероятности что мы не повторим вот эту ситуацию и будет дальнейшее падение однако конечно если вдруг сейчас мы увидим рост на хороших объемах возрастания то соответственно можно ожидать что в действительности продолжится рост и дальнейший данный момент пока нету этого некоторые предполагают что объемы такие любой другой финансовый инструмент который мы используем в техническом анализе могут его искажать искажать под себя чтобы люди думали определенную ситуацию но на самом деле ситуации на самом деле будет другой и соответственно несмотря на то что вроде бы объемы показывают о том что по логике вещей должно быть падение но они якобы искажают интернет информации и будет дальнейший рост если так думать то тогда ни одному индикатору вообще нельзя верить потому что начинается путаница начинается а вдруг этот индикатор ложу друг этот индикатор специально так показали поэтому тогда можно вообще про технический анализ забыть если так рассуждать подведем итоги какая же ситуация будет будет ли рост либо будет продолжение падать дело в том что по всей вероятности знает тот факт что манопулятор легко может дальше двигать рынок вверх у него есть все средства для этого здесь так сразу и не скажешь какие интересы у него есть это может либо быть падением либо быть ростом однако знаете глядя на всю эту ситуацию которая сейчас происходит куда бы сейчас бы не пошел bitcoin и другие криптовалюты я сейчас приобретать не хочу я хочу приобрести тогда когда цена опустится достаточно низко и появится возможность закупиться их по адекватным ценам в данный момент я не вижу никакого примеру по и фирму медвежьего сигнала что у нас вот так рынок упал и у меня появилась возможность закупиться мы видим о том что падение это не было вот если бы произошло вот такое и встал вопрос будет ли дальше падать или нет то в этом случае был бы смысл зайти хотя бы частично и потом понаблюдать будет отскок дальше или вниз в данный момент мы видим только рост и соответственно сейчас мы до сих пор находимся на хаях мы никуда особо серьезно не падали и меня не интересует вот эта цена который сейчас есть даже если она сейчас продолжит расти а расти я предполагаю будет намного меньше чем он уже вырос то ладно что ж ничего страшного переждем и дождемся уже какого-то серьезного падения и в этом случае я уже точно задал потому что сейчас если заходить есть возможность купить на хаях и потом об этом горько пожалеть поэтому я не собираюсь так рисковать это глупо покупать час на хаях даже если теоретически может дальнейшее вырасти этот шанс не так уж и велик и вообще по логике вещей необходимо покупать на каких-то серьезных коррекциях просадка в данный момент я примеру по эфиру не вижу ничего такого серьезно соответственно покупать здесь не собираюсь новый скажешь но bitcoin же упал вот у нас пример bitcoin же упал почему бы здесь бы нельзя было закупиться и ожидать дальнейший рост ну потому что падение было достаточно слабое и поэтому я считаю что по логике вещей падение должно продолжить я рассчитываю на то что не может так быстро рынок перевернуться покорять новый максимум недостаточно времени прошло и соответственно по логике вещей для меня это high даже если он сейчас еще немного вырастет я приобретать все равно не буду я не буду запрыгивать вагон я уже дождусь уже точного подтверждения что мы дно и в этом случае я закуплюсь в данный момент меня не интересует крипто рынок по таким ценам я инвестирую в долгосрок минимум на полгода и поэтому разнообразные какие-то колебания непредсказуемые меня не волнует я хочу надежно инвестировать без каких-то серьезных рисков поэтому я буду ждать на закупать и потом ждать пика и распродавать желаю всем профита всем до скорых